Здравствуйте, меня хорошо слышно? Мы продолжаем наши добрые традиции, ставшую уже добрыми традицию школы пациентов. Школа для пациентов и для их родственников, школа для врачей, посвященная очень важной теме питания, питательной поддержке онкологических больных. Школа звучит как консультация онколога и гастроэнтеролога, мудрационная питательная поддержка онкологических больных, собственно, кому, когда и зачем. И я с большим удовольствием хотела бы поприветствовать на нашей школе, предоставить слово Ермаковой Татьяне Александровне, директору автономной некоммерческой организации «Онколиго». Татьяна Александровна, можете выйти на трибуну и поприветствовать. А вот она, трибуна. Я могу с ней остановиться? Можете с места. Ну, я надеюсь, что, наверное, нашу пациентскую базу онкология за 8 лет уже кто-то знает в этом зале. Вот я только что 15 минут назад вернулась от Алексея Михайловича Беляева, директора, значит, не онкологии. И мы как раз поднимали вопрос именно поддержки онкобольных во время болезни именно антроцессионной. Значит, говорили как раз о Захаровой Полине Александровне, которая будет писать статьи на журнал. Полина Александровна, никуда вам не деться уже. Потому что тема очень сильно востребована, очень сильно. Когда-то очень давно болел мой муж, 10 лет назад мы лежали в онкоцентре, и я поднимала все какие-то журнальчики, покупала, скупала, все, где написано было слово «рак». Потому что у него рак гортани с прорастанием пищевод, и нам поддержка, пищевая поддержка была очень-очень важна на самом деле. Оказалось, не только нам. Когда мы вышли из онкоцентра, лежали там полтора года, я организовала группу ВКонтакте, которая стала потом расти, расти, расти и вылилась в общественное движение. И пищевая поддержка, она одна из самых основных тем, потому что, сами знаете, что мы состоим из того, что мы кушаем, а при онкологии это очень-очень важно на самом деле. Поэтому Полина Александровна у нас буквально с первого дня нашей группы помогает. Поэтому я думаю, что сегодняшняя тема, она очень-очень актуальна для нас, для наших больных. И я надеюсь, что мы в школу пациентов, вот мы сегодня первый раз туда приехали, я думаю, что это первый, но не последний раз, Лена Юрьевна. Потому что нам это очень важно на самом деле оказалось, и даже девочек наших привезла. Всё, что я хотела сказать, извините, что живым языком, но я очень возбуждена после... Спасибо большое, Татьяна Александровна. Конечно же, мы, это добрая традиция, мы, безусловно, продолжим. И я также предоставляю слово приветствия Каспарова Борису Сергеевичу, кандидату медицинских наук, заведующим клиникодиагностическим отделением, сотрудники которого каждый день встречают онкологических больных первыми. Добрый день. Уважаемые друзья, вас всех приветствую. На самом деле, та тема, которая у нас сегодня поднята, она в какой-то мере даже, может быть, недооценена у онкологических пациентов. Несмотря на то, что данная проблематика разрабатывается давно, в штате нашего института не так давно появились специалисты по данному профилю. Поэтому в данном случае мы восполняем как свои определенные пробелы, так и пытаемся донести эту тематику для пациента, объяснить ее актуальность. И сегодняшнее мероприятие в том числе является знаковым и является звеном данной цепочки. Поэтому мы очень хотим, скажем, продолжать в том числе эту тему и услышать обратную связь, понимание данной проблемы со стороны пациента. Поэтому я вас еще раз приветствую. Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие будет познавательным для вас. Благодарю.